Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, 41 урок. В этом уроке я хочу вам показать замечательный плагин, который позволяет делать в всплывающем окне практически любой контент на вашем сайте. Я подготовил пример. Смотрите, вот вы видите справа меню. Мы можем очень как бы легко, без лишних телодвижений, добавить пункт меню во всплывающее окно. Вот смотрите, я кликаю по пункту меню уроки. То есть любой пункт меню вы можете сделать во всплывающем окне. Дальше я подготовил, смотрите, ссылка. То есть я поставил внешнюю ссылку на другой сайт. Это значит, что можно поставить и внутреннюю ссылку тоже. Смотрите, карта от Google. Видите, можно пальчиком двигать карту внутри всплывающего окна, увеличивать. Полноценная карта. Картинка. Любая фотография. Смотрите, теперь идет не ссылка, а видите, иконочка. То есть иконку, картинку, любую можно сделать с ссылкой. И по нажатию на эту картинку также всплывает моя страница. Дальше. Видео с YouTube. Приспокойник открывается, все работает. Заданный размер. То есть у нас открывался почти во весь экран. Это в пикселях и можно задать в процентах. Плюс еще поговорим о настройках плагина. Там можно сделать размер по умолчанию. Возможно, где-то вам в каких-то моментах пригодится данный плагин. Где-нибудь в статье вам нужно разместить всплывающее окно. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Переходим в админку нашего сайта. Переходим в расширение менеджера расширений. И как обычно устанавливаем плагин. У нас плагин успешно установился. И давайте сразу перейдем в менеджер материалов. И попробуем разместить где-нибудь модальные окна. И также в отдельные окна можно вставлять в HTML модулях. В статье, там где вы скачаете плагин, я приложу вот такой список переменных. Вы прямо с моего сайта целиком копируете, например, первый вариант. Смотрите какая ситуация. Это по сути шорт-коды. Вот это слово modal в фигурных скобках. И начало modal. Вот между ними у нас получается, мы вставляем контент. За счет этого всплывающие окна работают. И они отличаются друг от друга. Давайте по порядку. Значит вы копируете вот так целиком. Первый шорт-код. Заходите в любую свою статью. И давайте потренируемся. Где-нибудь в пустом месте вашей статьи. Вы вставляете скопированный код. И вот здесь, где я вам оставил http, вы можете вставить в это место любую ссылку. Я, например, возьму свой сайт. И ctrl-v. Видите, как я делаю? Вот так вставляете. Между modal и ссылкой должен быть пробел. И вот здесь вот вы удаляете мой текст и пишете любой текст ссылки. Например, если вдруг у вас ссылка станет вот так вот с ссылкой. Видите, она теперь как будто бы кликабельная. У меня почему-то в таком виде не работает модальное окно. Поэтому вы вот так выделяете. И вот здесь вот скрепочку удалить ссылку. Чтобы это было текстовой ссылкой. Нажимаем сохранить. Переходим на главную страницу в эту статью. Обновляем страницу. И вы видите, здесь у меня написано ссылка. Я кликаю. И в всплывающем окне вы видите, у меня здесь есть элементы прокрутки. И я могу видеть весь сайт. Также и вы можете внутреннюю ссылку своего сайта разместить в этот код. Видите, все в принципе не сложно. Делаем пробел. Опять появилась у меня ссылка. Я ее вырубаю. На моем сайте смотрим другую подсказку. Попробуем вставить карту от гугла. Опять же у вас должны быть навыки владения карты. Минимальные. То есть вы должны в гугл карте хотя бы указать свое место. То есть город, офис и так далее. Если таких знаний и навыков нет, то смысла карту вам вставлять нет. Сначала надо ознакомиться с картой. Ну, вы должны уже понимать смысл везде один и тот же. Вот здесь вот, где идет слово, вы вставляете любое слово. Это текст ссылки. Но вот карту вставить, здесь есть небольшой нюанс. Вы переходите в гугл мапс, то есть гугл карты, чтобы у вас была вот такая страница. В поле ищите свой там город, офис. Я пишу просто Ульяновск и нажимаю Enter. У меня город найден. У вас должно появиться вот такое вот окно. Вы кликайте поделиться. И здесь будет ссылка и код. Переходите в код. И нам нужно именно вот ссылку взять с фрейма. То есть другие ссылки работать не будут. Ссылка у нас вся выделяется. Мы ее просто копируем. Где-нибудь откройте блокнот на компьютере. Нам нужно здесь убрать лишнее. Вы убираете вот это начало фрейм. Так, чтобы начиналась ссылка HTTP. И дальше удаляем с конца. Вот так вот. Фрейм. Тут у нас идет ширина, высота. Вот так удаляем. И вот здесь еще кавычечку удаляем. То есть, чтобы у нас была вот чистая вся вот эта вот ссылка на указанную карту. Копируем. Переходим сюда. И вот где тут написано карта тут. Вы текст удаляете. И вставляете карту. И дальше. Вот здесь еще есть в этой строчке title. Это заголовок. Сейчас вы увидите, где он отображается. Здесь можете написать любое значение. Я просто написал заголовок. Сохраняемся. Идем на сайт. Обновляемся. Кликаю на ссылку карта. У нас отображается карта. И вот смотрите, видите, вот здесь текст. Заголовок. Если вам вверху всплывающего окна нужен какой-то свой текст, вы его меняете. Вместо заголовок пишите свой. И соответственно, видите, я могу мышкой управлять картой. Увеличивать колесико мыши карту. Все работает. И крестик закрыть. Третий вариант. Он очень похож. Смотрите, также текст ссылки. Также есть title. Если нужен заголовок. И здесь вставляем ссылку на картинку. Чтобы всплывала фотография. Копируем код и вставляем ctrl-v на сайт. Также заголовок меняем. И как вставить здесь ссылку. Вы то, что здесь у меня указано, вот так вот выделяете. Удаляете. Идете изображение у себя на сайте. Например, выбираете какую-то картинку. Просто один раз левой кнопкой мыши кликайте по ней. И вот здесь вот адрес URL. Вы копируете целиком путь и картинку. И вставляете это. Вот таким вот образом. Сохранить. Обновляем сайт. Кликаем по слову картинка. И вы видите, у нас всплывает в всплывающем окне картиночка. Четвертый вариант еще интереснее. Забираем код. Вставляем на сайте. Теперь я хочу вам показать, как сделать, чтобы была не ссылка, а была кликабельная картинка. По клику по картинке всплывало окно. То есть здесь я написал ссылка тут. Вы вставляете любую ссылку. Можете прямо даже главную страницу взять своего сайта. Выделяем. Удаляем. Вставляем ссылку. Загрузить фото. Вы убираете текст. Это, кстати, к любому коду можно вместо текста, ссылки, задать картинку. Смотрите, я убрал текст вот здесь и оставил, чтобы там мигал курсор. Потом вы кликаете изображение. И выбираете какую-нибудь, например, заготовленную кнопку. Загружаете сюда. Я возьму просто иконку. И нажимаем вставить. Вот так вот все просто. Нажимаю сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. Видно, что у нас есть иконка. При наведении на нее появляется пальчик. Я кликаю. И у меня открывается в всплывающем окне главная страница того же самого сайта. Итак, следующая ссылка. Пятый вариант. Вставка видеоролика с YouTube. Копируем целиком ссылку. Вставляем на сайт. И сейчас я немножко поясню. Ссылка на видео. Это текст вы удаляете. Также в этом месте. Сейчас покажу, как вставить ссылку. Там тоже нужно взять из фрейма. Просто так ссылку вставить не получится. Дальше идет ширина. Вы здесь вместо 560 можете задать ширину. Именно плеера. Потом высота плеера. Также заголовок меняется. И текст ссылки. Или же загрузить картинку. Здесь можно написать смотреть видео. Переходим в YouTube. И я сейчас покажу, как нужно брать ссылку, чтобы она работала. Под видео есть кнопка поделиться. Кликаем HTML код. И отсюда копируем целиком всю ссылку. Вставляем где-нибудь в блокноте. Нам нужно здесь убрать лишнее. Вы убираете вот так вот все. Начало. Frame. Оставляете только ссылку. Начинается HTTPS. И ссылка заканчивается там, где начинаются у вас вот такие вот значения. Вопрос. То есть вот это идентификатор ролика. А вот это все, все, все лишнее. То есть должно получиться вот так. Теперь это дело мы копируем. Идем на сайт. Удаляем вот этот вот текст. Вставляем ссылку. И оставляем пока как есть. Сохраняемся. Обновляем сайт. Появилась ссылка YouTube видео. Кликаем. И вы видите, у нас открывается без проблем видео. Видео с YouTube. Теперь как сделать размер. Давайте попробуем сделать HD. Чтобы открывался. То есть ширину вы ставите 1280. В высоту 720. Здесь переменуйте как-нибудь видео. Сохраняемся. Обновляемся. Кликаю видео. И вы видите, у нас открывается видео на весь экран. Вот таким вот образом. Дальше шестая позиция. Копируем строчку с шорт-кодом. Вставляем на сайте. Здесь указана ширина, высота самого модального окна. Если вам не нравится, не нужно делать такое широкое всплывающее окно. Опять же, вот эти 500 вы меняете на свое значение. Если нужно меньше или больше. Здесь опять же размер в пикселях. Здесь просто я подсказку сделал. Здесь также любой текст. И ссылка тут. Вот так удаляете. Здесь например какую-нибудь ссылку. Давайте так вот сохранимся. Обновимся и посмотрим. Вот вы видите, да. Я открыл всплывающее окно. И оно намного меньше, чем открывалось раньше. Здесь у нас показано, что мы ничего не вставили. Нет контента. Ничего страшного. Я вам просто демонстрирую. Следующая переменная. Седьмой вариант. Это если нужно задать в процентах, а не в пикселях. Вставляем. Так, тут давайте вставим какую-нибудь ссылку. Сохраняемся. И обновляемся. И вот видите, размер в процентах показывается вот так. Также проценты можно увеличить или уменьшить. И последнее, восьмое. Самое интересное. Копируйте вот так. Модал. Сейчас покажу, как вставить пункт меню во всплывающее окно. Вы уходите из статьи. Идете в меню. Менеджер меню. Майн меню. Заходите в любое свое меню, которое вы хотите сделать во всплывающем окне. Заходите внутрь меню. И вам нужно просто вашего заголовок обернуть тегами modal. Перед текстом вот здесь заголовки вы вставите modal. И в конце вставите modal. Но вот здесь еще нужно поставить косую черту. Как бы закрывающийся код. Такая конструкция. Нажимаем сохранить. Причем этот код не будет отображаться на фронтальной части. То есть он не будет портить вид ссылки. Обновляем страницу. Вы видите контакты. Никак визуально не изменились. Но если мы кликнем по ним. То у нас контакты открываются во всплывающем окошке. В бесплатной версии плагина. Это весь ассортимент. В платной версии там намного больше возможностей. Там можно целые галереи, слайдшоу еще делать. И давайте перейдем в админку. В менеджер плагинов. И немножко поговорим о настройках самого плагина. Кликаем ID. И еще раз ID. Чтобы увидеть наш плагин наверху. И вот он. System No Number Models. Заходим внутрь. Здесь особо вникать вам не нужно. Покажу самые такие интересные возможности. Вот смотрите. Первое. Загружать стили. По умолчанию. Bootstrap. И у нас есть несколько вариантов. Вы пройдите по всем. Может быть вам понравится. Это внешний вид всплывающего окна. То есть его отображение. Вот если берем первый вариант. Сохраняемся. Обновляемся. Кликаем например ссылка. Обратите внимание. Изменился вид. Теперь крестик внизу. Затемняющийся фон. Становится такими полосками. Вокруг всплывающего окна. Еще такая темная полосочка. Достаточно симпатичная. Здесь просмотрите все остальные без меня. Я ставлю Bootstrap. Оставляю. Дальше. Настройки по умолчанию. Смотрите. Опасите. Увеличить. Ставите значение. Например 1. Это затемнение заднего экрана. Если хотите чтобы экран не затемнялся. Ставите 0. Сохраняемся. Обновляем страницу. Кликаем например ссылкой. Вы видите задний экран не затемнился. Тоже симпатично смотрится. Я ставлю 0.8. С этими параметрами. Если по умолчанию для всех всплывающих окон. Нужно задать меньший размер. То вот здесь проценты убавляйте. Например 50. Ширина. Высота. Ставите 50. Тогда всплывающее окно. Не будет таким большим. Давайте 50. 50. Сохраняемся. Обновляемся. Ссылка. И вы видите. Окно теперь достаточно небольшого размера получается. Дополнительные параметры. Здесь в принципе можете не вникать. Единственное что здесь еще есть интересно. Включить в администраторской части. Я не включал. Честно говоря не знаю. Зачем в админке нам нужно. Можете посмотреть. Включить. Ну и тут есть еще загружать скрипт jQuery. Если у вас будет еще что-то стоять. Будет какой-то конфликт. Попробуйте отключить jQuery. То есть в каком-то другом плагине тоже будет работать jQuery. И может быть конфликт. Тупо не будут открываться окна. Попробуйте вот так отключить. Сохранить. И возможно это исправить ситуацию. Вот такой вот плагин. Надеюсь урок для вас был интересен. Полезен. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла. Или вы уже матерый вебмастер. Вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами шаблоны. На просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но. Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.